добрый день друзья сегодня у нас будет немного хрустов и для начала мы расколем череп будет офигенно все очень просто если такой молоток не помогает берем побольше если молоток не помогает берем кувалду ближе ко мне садись вот но если серьезно значит все люди сидят за компьютерами на работают работу печатают и вот здесь постоянно болит настя больно блина она железный феликс может все терпеть проверяем пальпаторно показывать где давлю вот здесь у нее трапеции напряженной лестничной мышцы и делается а вот такой вот простой щелчок и сразу же мягче легче до то есть убрали функциональный блок и все становится хорошо расслабься есть хрустики если руки у кого кривые те берут в руки молотки ну вот или вот такие штучки вот этим кстати приятно а еще есть такая мягкая ручка и можно так сделать в общем если у вас пальцы болят можете брать твердый теннисный мячик и сами себя прокатывать вот можете в стену так упереться давай дави сама на руку вот это вот стена и так кататься между лопаток понятно классно можно вот отправить держи пальцами шарик другой рукой вот сюда руку толкай чувствуешь позвонки отправляются сильно зажимаешь то есть получается вот такой эффект вы но для меня этот мячик маленькие для тебя нормальный вы мячиком делаете компрессию и позвонки становятся на место как моя рука до сопротивляется слово позвонки становятся на место это такой медицинский сленг жаргон не воспринимайте все буквально что настя сидит тут а ее шейные позвонки туда не на месте и они сюда залазят так же самое есть рентгологические слаги выпал диск выпал позвонок многие рентгенологи пишут так но они прикалываются врачи сидят им скучно пациент такой приходит что с вами доктор у меня диск выпал я куда с кармана на пол или в трусы позвонок упал ну вот смотрите написано а там даже некоторые пишут в кавычках я так что вы не читаете кавычек не видите а у людей паника тревога они такие точно кавычки а почему так ну что люди вообще на руки не надо давать эти заключения примеру в европе не дают а в америке написано там минимум сделали мрт или рентген и врач рентгенолог пишет порядке возрастных исключений сейчас плечо провернем ротаторную мажету волейбол играла где ты вывихнула может молотком гвозди неправильно заливала я упала а упала на правое плечо вообще расслабься бы застряла да а это вот смотри это лучше вот как левая крутится и как правая довольно одевали здесь или за а а сзади да по моему ты расслабься получит сюда сейчас будем плечо вправлять красавцы а смотри вот туда потолок вот так чуть на эскосками здесь надо делать одномоментное управление под углом голову нет там то но что надо натянуть вот эти ротаторные мышцы юля как сюда убежал ты еще в камышаны поди там станет мы тут юля говорил да не уходи дверь открыть нет и лучше выйди за пределы клиники так снимать вот ее плечо она меня снимает я шо этот модель ричард гир не я этот лысый не больно а теперь проверяем вот и все ребята но если вы не умеете руками работать то вам нужна большая кувалда как хряснули по сильнее если но это маленькая детская так еще ближе ко мне покатаю тебе на нашей супер замечательной кровати сандры сейчас так руки за голову вот здесь опять на ухо я нас боится подходи ближе будешь будешь снимать как она сейчас будет плакать почему надо плечи вправить перед этим приемом тот кто занимается мануальной трапез знает что вот здесь перерастягиваются передняя дельта и больно поэтому всегда надо проверить плечи если из-под вывих убрать и сейчас нормально плечи не болели здесь да был щелчок очень часто когда я забываю проверить плечи делают этот прием люди жалуются на боль не здесь а в плечах у многих плечи вывихнуты почему даже когда долго спишь на боку неправильно как-то вот просто не падение можно вывихнуть плечо реально я сам один раз так себе вывихнул заснул и всю ночь на боку проспал утром встаю рука не работает пережал и потом сам себе плечо вправлял так на турник повис еще и на место стало так проверим подзатылочные нервы нормально не больно а вот тут есть хорошо да здесь на зевод когда будет так и на нам кусочек секса а то забанят старушка насколько лет тебе 146 26 расслабься давай сильно вдох и выдох через открытый вдох выдох вдох выдох вдох выдох чуть нифига не вправляется а ну-ка да ебать на тебя муж есть да пишите массажик не делает лениться а вот так скажи колькова опять юнка убежала так вас же не видно вашими на фига меня снимать мою лысину ты снимай вот как настя балдеет вот там залезь с ними под низу вот там да это я хорошо поел поэтому я ребята это новый аппарат по лечению осложнений пусковидных раз так фиброз легких образовался подошел как хряснул весь фиброз прошел а ну не кашляешь уже все наша клиника лечит фиброз легочной ткани простым ударом одной фигни бахнули и все самое главное в это верить что это поможет ну а если честно серьезно у нас есть очень хорошее оборудование которое было уже испытано есть доказательная медицина проводили исследования по лечению пусковидных осложнений это фиброз легочной ткани исследования проходили в россии и в казахстане было набрано несколько групп одна группа лечила спроса а другая при помощи современной физиотерапии магнит и лазер и то и то и магнит и лазер показали шикарные результаты да это оборудование у нас есть юга есть и мы с главврачом лидии ивановной уже пишем протоколы вот завтра она будет мы прочитали их не исследования посмотрели их не отчеты и завтра мы напишем протокол по лечению пусковидных осложнений можете серьезно приезжать к нам лечиться кто пострадал у кого есть на уках кт вот это вот как он называется это на легких это делают такие точечки паутинка мука как на нем ну слайд тоже рентгенологи называют я просто еще ни разу своими глазами не видел но слышал об этом вот если у вас есть такой высшите мне на почту просто его посмотрю вот это вот этот снег на кт мысли дивана на завтра напишем протоколы и юля будет ставить магнита или куда магнит на грудь не на спину сюда и лазер куда светить тоже на сердце прям сюда чтобы сердце вот так вот надулась так что тебе еще правило ложись на бочок нет ко мне летом вот женщины все так мужчинам задом что за привычка я тебе раздел ты потом полгода плакалась слабо стукну хорошо на спину сюда и смотри как у нее сейчас будет глаза сорбит вылазить расслабься здесь хорошо все отдыхай я тебе так положу рядышком обними его не забывай что мы там скоро все будем вот это я так утешаю приходит человек на консультацию да ой доктор мне так плохо мне так все болит наверно я скоро побру дедушка не переживайте мы все там будем так скажете человеку так сразу легче он такой сидит он все же не врут ну да точно мы все же там будем ему же не так обидно что не только он но все это особенность наших украинских пациентов вот когда скажешь заш как сидят это на лавочке две бабушки евреев у меня такая пенсия маленькая а и вторая а мне еще меньше и то еще побольше уже уже радуется что не больше чем у той или сидят вакума вот вакума корова сдохла и такой сидит ой как хорошо а шиш хорошего что у меня не сдохла до или такой анекдот приходит пациент такой сильно ужасном состоянии доктору показывают карточку на мес и там плохо и там доктор такой сидит хорошо хорошо только шиш хорошую тут куча болезнь доктор хорошо что это все не у меня все подписывайтесь на канал ставьте лайки и желаю чтобы эти все болезни были не у меня